учитесь учиться 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 еще раз учиться как завещал владимир ильич ленин но возникает вопрос а как это делать давайте попробуем на эту тему поговорить обычно для того чтобы усвоить какую-то определенную идею нам требуется минимум 7 раз услышать об одном и том же если мы слышим о чем-то впервые и ничего не предпринимаем по этому поводу то чаще всего об этом вскоре просто забываем наш мозг таким образом устроен что если какая-то идея не повторяется хотя бы 7 раз то она чаще всего не усваивается в бизнесе есть такое правило правило 48 часов любая идея новая хорошая замечательная какая бы она ни была если она не реализуется не практикуется в течение 48 часов то в 90 процентов случаев она не реализуется никогда поэтому если возникла какая-то идея появилась какое-то новое знание появилось какое-то озарение необходимо в течение 48 часов с этим что-то сделать либо применить на практике либо выделить и себе куда-то выписать какой-то составить план либо как-то применить это в жизни в любом случае то есть об этом себе напоминать если в течение 48 часов это не сделать то в конечном итоге все забывается также есть так называемый принцип не имеи этот принцип в двух словах можно объяснить так что напоминать себе о самом главном и о самом важном время от времени ну или напоминать себе о своем видении если поподробнее то принцип не имея что это за принцип то есть библии есть такое такой момент когда после падения вавилона персидский царь отпускает иудейский народ на родину и пророк не имея восстанавливает стену иерусалима иерусалим был разрушен и залитяне были в плену вавилоне какое-то количество лет и вот они возвращаются на родину и не имея руководить строительством стены для того чтобы восстановить город ну естественно они сталкиваются с трудностями и с препятствиями с определенными то есть другие народы не хотят чтобы израильтяне снова восстановили свое былое величие хотят помешать им построить эту стену всячески устраивают им каверзы запугивают их угрожают им и поэтому израильтян время от времени теряется видение зачем вообще это нужно делать не легче ли сбежать не легче ли рассеяться и не имея приходится время от времени напоминать зачем мы это делаем что мы избранный народ у нас есть определенная цель нас есть определенная задача мы должны этой цели этой задачи следовать в частности библии говорится что в течение 26 дней видение теряется и поэтому принцип не имея это раз в месяц вспоминать о своих целях о своих задачах о самом важном и о самом главном что есть в твоей жизни ну или попросту говоря напоминать себе о своем собственном видении можно его так вот охарактеризовать принцип не имея поэтому в следующий раз когда будете вспоминать про иерусалим про восстановление стены про не имею вспоминайте также про свое собственное видение которое необходимо себе напоминать иначе просто под воздействием огромного количества информации который к нам приходит можно совершенно забыть кто я что я зачем я и начать жить просто на автопилоте еще один способ учиться это пересказывать другим людям то что ты усвоил и то что ты хотел бы запомнить большинство учителей знают и в принципе хорошие учителя это постоянно применяют для того чтобы усвоить материал необходимо чтобы ученики этот материал пересказывали рассказывали друг другу поэтому и существуют различные изложения когда ты что-то читаешь и потом своими словами пытаешься это пересказать передать и таким образом информация усваивается гораздо лучше то же самое касается во взрослой жизни если вы хотите какую-то идею какую-то мысль вам понравившуюся запомнить чтобы она отложилась где-то глубоко важно как можно большему количеству людей эту мысль эту идею пересказать и рассказать и в процессе пересказа и рассказа эта мысль эта идея становится частью вас она усваивается гораздо глубже и осознание понимание по поводу этой мысли и по поводу этой идеи становится гораздо больше поэтому минимум пяти различным людям свое озарение свое осознание новое знание которое вы получили нужно передать и тогда эта мысль усвоится обычно мы не запоминаем лекций не запоминаем проповеди в лучшем случае запоминаются какие-то заголовки а еще лучше поступать так как поступал иисус христос он учил своих учеников виде притч рассказывал какие-то истории и вот личные истории притчи какие-то короткие девизы лозунги простые фразы формула запоминается лучше всего вот как здесь например не жди чтоб добрый дядя все сделал за тебя умей с работой ладить различный труд любя и в советское время то есть пропаганда активно этим пользовалась были очень красивые картинки красивые плакаты и короткие какие-то фразы там пионер ты в ответе за все кто у нас в ответе за все всем 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 ясно всем понятно пионер у нас в ответе за все вот или там такая женщина держит палец у рта и говорит не болтай и сразу понятно что болтун находка для шпиона просто так болтать просто разговаривать с незнакомыми людьми о чем попало тоже не нужно и вот разная пропаганда может быть и лозунги были не всегда правильные но по крайней мере это остается и в советское время это часто очень применялось то есть эти плакаты вешались огромными буквами что-то где-то писалось там на домах или где-то еще и это остается с человеком на всю жизнь короткие лозунги короткие девизы ну и конечно личные истории притчи простые какие-то фразы и формулы но например какую-нибудь лекцию вспомнить о человеческой доле ответственности достаточно сложно а если попытаться вспомнить несколько поговорок то сразу же всплывает как потопаешь так и полопаешь под лежачий камень вода не течет назвался груздем полезай в кузов без труда не вытащишь и рыбку из пруда и так далее как только какая-то лекция она не запоминается а вот какие-то поговорки лозунги формула запоминается поэтому из какого-то материала из обширного нужно выделять основную мысль и пытаться превратить ее в какую-то крылатую фразу или в какую-то формулу и пытаться запомнить эту формулу я уже основываясь на этой формуле можно дальше объяснить и рассказать и вспомнить весь основной материал который вы хотите запомнить если говорить о божьем слове то в божьем для любого верующего человека есть такая практика как ежедневное изучение божьего слова если раз за разом повторять божье слово изучать его каждый день то тогда какие-то определенные вещи они остаются и запоминаются тоже можно выписывать какие-то фразы повторять их снова и снова и тоже запоминать какие-то ключевые фразы которые которые вы хотели бы чтобы повлияли наибольшим образом и наилучшим образом на вашу жизнь дальше важно помнить что мы все влияем друг на друга мы конечно никого изменить не можем но на всех с кем мы общаемся мы оказываем определенное влияние это может быть позитивное влияние может быть негативное и точно также другие люди влияют на нас поэтому в плане обучения важно еще помнить что то с чем мы взаимодействуем неизбежно становится частью нас самих но если опять же вспомнить пословица с кем поведешься от того и наберешься с волками жить по волчьи быть скажи мне кто твой друг я скажу тебе кто ты и так далее поэтому нужно очень аккуратно относиться к той компании к той среде окружающей среде с которой вы общаетесь с которой вы взаимодействуете что вы смотрите что вы читаете с кем вы общаетесь неизбежно влияет на вас и формирует вас ведь даже ложь произнесенной несколько раз с уверенностью начинает казаться правдой ну например когда один человек делает какие-то странные непонятные вещи даже или говорит какую-то откровенную ложь то все его считают ненормальным а если 10 человек делают какие-то странные ненормальные вещи или какую-то откровенную ложь то все начинают думать что это какой-то протест а если тысячи человек делают какие-то странные ненормальные вещи или говорят какую-то откровенную ложь то тогда это становится модой и начинает формировать культуру будущих поколений или культуру страны поэтому если раз за разом нас в чем-то убеждают даже если это неправильно, мы через какое-то время начинаем в это верить. Поэтому нужно критически относиться к тому, в чем нас убеждают. А лучше просто не взаимодействовать с теми вещами, которые по своей совести, по своему нравственному и духовному состоянию вы считаете неправильными. Не смотреть соответственно такие фильмы, не читать соответственно такие книги, не взаимодействовать с такими соответственно людьми. Шерлок Холмс в одной из книг как-то сказал такие слова. Человеческий мозг похож на маленький пустой чердак, который мы можем обставить как хотим. Дурак натащит туда всякой рухляди, какая попадется под руку. И полезные, нужные вещи уже некуда будет сунуть или в лучшем случае до них среди всех этих залежей и не докопаешься. А человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой чердак. Он возьмет лишь те инструменты, которые понадобятся ему для работы и все разложит в образцовом порядке. Напрасно люди думают, что у этой маленькой комнатки эластичные стены и их можно растягивать сколько угодно. Придет время, когда приобретая новое, вы будете забывать что-то из прежнего опыта. То есть умный человек с точки зрения Шерлока Холмса это тот, кто будет наполнять свой мозговой чердак только полезной, важной и нужной информацией. И это очень актуально сейчас, когда в социальных сетях, по телевидению, реклама, различные ток-шоу, сериалы и прочая сомнительная информация ежедневно нас нещадно бомбардируют. Поэтому свой мозг время от времени нужно очищать от ненужной или даже вредной информации. Есть даже такая практика, когда ты представляешь, что берешь тряпочку, берешь ведерко с теплой водой и вынимаешь свой мозг и спокойненько протираешь его от всей грязи, от всех ненужных мыслей, от всех обид, от всех переживаний по поводу каких-то там героев сериалов и разных других вещей. То есть вымываешь все ненужное, что нужно, что не нужно. Это можно назвать также медитацией, а можно вот и вот при помощи такой вот визуализации, представления, представлять, как мозг очищается от ненужного хлама. Ну и, конечно, нужно фильтровать. В какой-то момент просто перестать смотреть телевизор, просто перестать смотреть кино, перестать смотреть сериалы или перестать читать книги на какой-то период времени. И посмотреть, лучше от этого становится или хуже. И в какой-то момент вы можете увидеть, что учиться стало проще. Какие-то более правильные божественные идеи усваиваются лучше. Итак, если подвести итог, значит, чтобы что-то запомнить, нужно услышать об этом как минимум 7 раз. Лучше всего определенную идею практиковать в течение 48 часов. Помните о принципе «не имея». Значит, о самом важном, о самом главном всегда напоминайте себе минимум раз в месяц. Лучше всего информация усваивается в тот момент, когда вы пересказываете ее другим. Поэтому как минимум 5 различным людям хорошо рассказывать то новое, что вы узнали и то, что вы хотите запомнить. Лучше всего запоминаются лозунги, поговорки, девизы, притчи и личные истории. Поэтому из всего объема информации нужно выделять главную мысль и превращать ее в какую-либо формулу, в какую-либо крылатую фразу. С кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому выбирайте, с кем вы взаимодействуете и что читаете, что смотрите, это неизбежно формирует вас как личность. Помните совет Шерлока Холмса, что свой мозговой чердак нужно наполнять только полезными и важными вещами. И время от времени в качестве духовной практики устраивайте себе информационное голодание. Когда входящей информации приходит минимум и больше вы можете поразмыслить, поразмышлять, что вы делаете, куда вы двигаетесь и зачем вы это делаете. На этом все на сегодня. Подписывайтесь на канал. Ставьте, если хотите, лайки, комментируйте, насколько информация была для вас полезной. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok